Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу рассказать об очень крутых новостях, которые вы, возможно, пропустили. По ситуации на рынке, Ripple и Bitcoin Cash растут. Кстати, сегодня Ripple снова может обогнать эфир по рыночной капитализации. Осталось совсем чуть-чуть. Остальные монетки и токены скучные, ведь показывают небольшие изменения. Рыночная капитализация сегодня немного увеличилась, до 215 миллиардов долларов. Доминирование биткоина немного просело в пользу Ripple и Bitcoin Cash. С биткоином ничего интересного не происходит, уже два месяца как цена биткоина устала двигаться. Так посмотришь на курс и подумаешь, ну, наверное, в мире криптовалюты ничего интересного не происходит. Но на самом деле, прямо сейчас происходят очень весомые события. Я о них рассказываю в своих видеороликах уже не первый день и даже снял видео, что 2018 год для биткоина оказался лучшим в истории. Все эти новости, партнерство, сотрудничество и новые технологии, это все складывается в мозаику принятия криптовалюты. Если вы фокусируетесь на ежедневных новостях, то полную картину обрисовать достаточно сложно. Я это понимаю. Но если вы осмотрите всю мозаику в целом, а не отдельные ее пазлы, вы поймете, о чем я говорю. В мире криптовалюты происходит очень много интересных и значительных событий. Появляются новые способы использования. Пользовательские интерфейсы становятся легче для восприятия. Вовлекаются бизнесы, торговцы, правительства. Крупные фигуры на финансовых рынках подтверждают, что криптовалюта приобретает ценность. Поэтому однажды вы проснетесь и поймете, как все незаметно для вас изменилось. А тем временем на календаре уже ноябрь 2018 года. Год почти закончился. Цены удручают своей стагнацией. Но даже те люди, что предрекают падение биткоина до 4000 долларов, не могут не признать, что в конце концов нас ждет следующий бычий рынок. В итоге биткоин, а вместе с ними весь рынок, снова побьет свои собственные рекорды. Даже отпетые пессимисты все еще настроены на позитивную долгосрочную перспективу. Биткоин это поезд, который медленно набирает скорость. Такие поезда уже были в истории человечества. Один из них ехал 400 лет, прежде чем люди перешли золото на свои бумажки. Четыре сотни лет, чтобы люди привыкли расплачиваться наличкой. Чтобы люди считали естественным расплачиваться банковской карточкой, понадобилось всего полсотни лет. Идея в том, что все это требует времени, и криптовалюта не исключение. Люди, которые умеют ждать, получат ожидаемое. В любом случае, будущее будет ярким. По моему мнению, и это ни в коем случае не финансовый совет. Давайте перейдем к новостям. Инвестиционный банк Goldman Sachs привлекает клиентов для торговли биткоин-деривативами. Банк начал принимать на обслуживание ограниченное количество клиентов для торговли своим биткоин-продуктом. Кроме этого, банк активно изучает запуск дериватива на базе эфириума. Нужно заметить, что производные инструменты для второй криптовалюты пока что не торгуются ни на одной регулируемой площадке в США. Если вы помните, в начале сентября этот же банк повлиял на падение рынка. Тогда он объявил, что не намерен создавать специализирующуюся по криптовалютам структуру. Однако вскоре банк подтвердил, что их заинтересованность в криптовалюте остается, потому что этого хотят клиенты. Кстати говоря, в начале декабря обещают запуск биткоин-фьючерсов с физическим регулированием на площадке BACT. Dash запускает новый сервис в Венесуэле, позволяющий отправлять транзакции при помощи SMS. Достаточно много граждан Венесуэлы работают за границей и отправляют домой денежные переводы. Этот процесс часто оказывается слишком долгим и дорогим, поэтому Dash Text это реальное решение проблемы. Это простой и дешевый способ отправлять свои деньги домой. Кстати говоря, для этого смартфон и не нужен достаточно простого кнопочного мобильника. В настоящее время крупнейшие провайдеры Венесуэлы в сотрудничестве с Dash тестируют новый сервис. Решение настолько простое, что людям даже не приходится самостоятельно создавать кошелек. Достаточно отправить слово Dash на короткий номер, и вы готовы к денежным транзакциям. Поэтому пока все думают, как заполучить долгожданное регулирование рынка, в Венесуэле происходят большие дела. За что им респект. В сеть Омайсго вышло первое децентрализованное приложение. Это приложение демонстрирует возможности использования тестовой сети Омайсго и потенциал блокчейна Плазма. Плазма это решение от Омайсго для масштабирования сети Эфириума. Собственно, это децентрализованное приложение называется Плазмодок. Плазменная собака. Этот блокчейн продукт позволяет игрокам владеть, торговать и сдавать в аренду внутриигровые предметы. Собственно, для торговли существует отдельный децентрализованный магазин. Как говорят разработчики, это рождение новой игровой экономики. Для Омайсго это большой шаг вперед, который ставит его в один ряд с другими криптовалютными проектами, имеющими в своем распоряжении платформы с децентрализованными приложениями. Без сомнений, это привлечет внимание к Омайсго со стороны инвесторов. Как вы знаете, я пользуюсь холодным аппаратным кошельком Ledger Nano S. Первое, он просто удобен. И второе, он мультивалютен. Но свои йоты мне приходилось хранить на бирже, потому что кошелек от йота мне вообще не очень нравится. А тут такая шикарная новость. Аппаратный кошелек Ledger добавил поддержку токена йота. Отличные и волнительные новости. Ledger Nano S теперь поддерживает токены йота. Приложение йота было разработано сообществом йоты и теперь доступно для загрузки. Так как аппаратные кошельки считаются наиболее безопасным способом хранить криптовалюту, я думаю, что это просто огненная новость. К слову, Ledger сейчас работают над поддержкой новых стейблкоинов, а также готовятся добавить тезер во все продукты компании. Такие вот дела, ребята. Надеюсь, в этом видео вы нашли что-то полезное для себя. Если это так, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Видео о криптовалюте выходят каждый день, и вы точно не хотите их пропустить. Для этого нужно нажать на колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм, пользуйтесь нашим мониторингом обменников. Все ссылки будут в описании. И не забывайте богатеть. Меня зовут Богатей Шиди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok